Только хорошо обдуманный план обречен на успех и только хорошо распланированные территории смогут активно развиваться и дело не только в развитии в плане расширения, но и создании комфортной и удобной среды для проживания. Это и строительство дороги, подведение инфраструктуры и обустройство зон общего пользования, таких как парки, скверы, площадки. Но как максимально упростить и сделать надежнее в то же время эту систему? Ответ на этот вопрос попытаемся найти сегодня. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. ГИС в градостроительстве. Для чего град деятельность переводят в интернет и кому может быть полезна информация, которую содержат градостроительные порталы, узнаем в нашем материале. Территориальное планирование. Что в него входит и как оно влияет на дальнейшее развитие республики. Об этом и о многом другом поговорим с руководителем отдела архитектуры и градостроительного планирования Минстроя Якутии Семеном Сергеевым. Подарок о Дню России. Жители аварийных домов Якутска получили ключи от новых квартир. О том, что новоселье не за горами, некоторые из них узнали только за день до события. Новоселы поделились своими впечатлениями. Региональная геоинформационная система территориального планирования – это программа, направленная на улучшение градостроительной деятельности. В республике она начала действовать с прошлого года. Благодаря ей за развитием территории можно следить в онлайн-режиме. Сегодня это доступно для всех служащих от муниципальных до федеральных структур. Скажем, отдельно взятое министерство теперь может удаленно распланировать вход предстоящего строительства объектов или следить за выполнением работ. Допустим, министерство образования, да, они ведут, будут вести в этой системе реестр планируемых объектов к обстроительству по детским садам, по школам. Будут видеть, где есть необходимости, где они должны будут посажены, соответственно, с генеральным планом, где какие ограничения, какие есть охранные зоны, с исключением опасных, допустим, зон подтопления территорий. Пока система установлена только в пилотных районах республики, за исключением северных районов, где скорости интернета пока не позволяют в полной мере использовать возможности программы. Якутская информационная система уже работает. Называется она ИСОГД. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Любой желающий может зайти на сайт и получить всю информацию, начиная от кадастрового номера земельного участка и заканчивая расположением торговых точек в городе. Так, например, законность того или иного киоска или рекламной конструкции, установленной по мнению жителей несоответствующим образом, можно узнать, зайтя на сайт. Кроме того, можно найти информацию о будущем строительстве в городе, а также инвестиционных проектах. В системе также, кроме градостроительного кодекса, обязательные требования по градостроительному кодексу это отражение границ зон с особыми условиями использования территории. Вот в последнее время люди задаются вопросами, почему допущены нарушения по охранной зоне газопровода. Вот как раз требования градостроительного кодекса таковы, что границы зон, планируемые, обязательно должны отображаться в градостроительной документации и, естественно, должны быть введены в систему. То есть при предоставлении земельных участков органы местного самооправления должны уже видеть планируемые изменения. ГИС в свободном доступе открывает новые границы не только для предпринимателя, который планирует ввести строительство, но и может обезопасить жителей, планирующих частное строительство. Он может открыть портал и увидеть всю необходимую информацию, что можно, какие виды разрешенного использования, как регулируется застройка, как проходит красная линия. Много очень людей вопросы задают, например, по изменению границ земельных участков, по перераспределению. Здесь, конечно, градостроительная документация, которая утверждена на сегодня в городе Якутске. Любой человек может получить информацию прямо официальную, именно не обращаясь в какие-то муниципальные органы, в МФЦ, теряя свое время, открыть в интернете страницу и посмотреть. Отметим, что ИСОГД, которая сегодня действует только в столице, должна стать одной из составных общей региональной системы. Обширная информация, находящаяся в ней, позволит создать условия инвестиционной открытости и привлекательности региона, снять административные барьеры в градостроительной деятельности. Так, благодаря программе, намного сокращается срок получения разрешения на строительство. Если в 2014 году процесс затягивался почти на 4 месяца, то сейчас он сократился до 56 дней. В республике утверждена и сейчас начинает реализовываться стратегия развития Якутии до 2030 года и с перспективы на 2050 годы. Как в рамках этого документа будет развиваться градостроительная деятельность? Схема территориального планирования республики является документом стратегического планирования, одним из документов стратегического планирования. Вот как и стратегия республики. И показывает развитие территорий всей нашей республики, включая все объекты, которые там расположены. Федеральные объекты, республиканские, районные, объекты поселений. Поэтому в прошлом году и в этом году у нас были предусмотрены средства на разработку и внесение изменений в эту схему территориального планирования. По итогам конкурса мы выявили подрядчика этой работы в лице научно-проектного института пространственного развития ЭНКО. Они представляют Санкт-Петербург. И началась разработка вот этого очень важного для нашей республики документа. По итогам разработки, в соответствии с условиями контракта, нам все документы на сегодняшний день передали, передавали поэтапно. По первому этапу мы разослали всем министерствам. Далее мы получили второй и третий этап на сегодняшний день. И вся документация сейчас у нас находится на руках. В первую очередь мы размещаем этот документ в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. В этой системе федеральной находятся все документы территориального планирования, зонирования территории, планировки территорий. И сейчас процедура согласования идет в порядке. Нет никакой передачи бумажных вариантов. Все осуществляется через эту информационную систему. Сейчас идет работа по внесению изменений в генпланы для высвобождения земель, в том числе для многодетных семей. Как ведется эта работа сейчас в муниципалитетах? Здесь работа практически завершена, можно сказать. Генеральные планы должны были быть разработаны на территории всего поселения. То есть на территории всего наследия. На сегодняшний день градостроительный кодекс позволяет, дает право, что населенные пункты, поселения, муниципальные образования могут разрабатывать генпланы по черте населенного пункта. То есть граница только поселка. А сейчас мы поставили требование, чтобы генеральный план был на территории всего наследия, включая и сельскохозяйственное угодие, лесной фонд. Все документы должны быть получены в векторном виде, в соответствующих форматах, чтобы этот документ был включен в нашу региональную геоинформационную систему. Для чего она будет работать и кто сможет ее воспользоваться, и какую информацию можно оттуда получить? Разработку региональной геоинформационной системы территориального продланирования Республики Саха-Якутия мы начали разрабатывать еще с 2015 года. Первая очередь была проведена в виде организации анализа, изучения, установки программного продукта. В 2016 году была реализована вторая очередь. И в рамках этого данная программа была установлена в пяти муниципальных районах. Загружены документы, которые имеются в наличии у наших муниципалитетов. Мы напрямую имеем доступ к этим документам через систему по документам территориального плана, зонирования, правила землепользования. Мы здесь можем раскрыть и посмотреть наличие, соответствие этих документов. В этом году тоже предусмотрены средства на дальнейшее продолжение работы. Это уже третья очередь. И мы планируем очень большой объем работы в составе этого контракта. Предполагаем, что будем устанавливать систему практически во всех муниципальных районах, за исключением северной территории, потому что там проблемы со связью. И будем также загружать все документы, которые имеются в муниципальных образованиях. Вот человек, обычный житель, он зашел в этот портал, посмотрел, что там-то, там-то что-то строится. И что ему это даст? В дальнейшем, когда все будет загружено, например, все реестры министерства, например, нажимая кнопку на объект, там будет информация о том, что когда будет построен этот объект. Что там запланировано по генплану, где он находится, какая территория, в каких границах эта, допустим, школа будущая будет строиться, какая там зона, разрешенный вид строительства. Далее он смотрит о том, что наличие проектно-смертной документации, если она разработана, то эта информация должна поступать от заказчика именно в эту систему. Например, видит гражданин, в какую программу попадает этот объект. Если он попал в программу, например, Министерства образования, он тоже должен отразиться в этой системе. То есть он видит срок реализации строительства вот этого объекта. В эту новостройку по улице Якутская 2, дробь 17 в течение недели переедут еще 52 жителя. А сегодня для 10 семей День России стал особой датой. Днем России, с днем получения вами ключей от новых квартир. В этот день для вас начинается новая страница жизни. Заканчивается старый этап для жителей аварийных домов. Вот прошедший этап, я думаю, что был довольно-таки тяжелый. Жили в тяжелых условиях. И вот новый этап вашей жизни, новая страница, я надеюсь, будет намного более счастливее и прекраснее, чем старая страница, которую мы сегодня перелеснем. Для пары Бороновых новость о жилье стала приятной неожиданностью. Документы они подали несколько месяцев назад. А о том, что квартира для них уже готова, узнали только накануне. Эта семья особенная. Оба супруга слабослышащие. Сегодня они впервые увидели новую квартиру. По традиции, первой переступила порог кошка. Такой веткий дом был. Около 10 лет жили. Там холодно, все сыро было. Ну, сейчас мы там много ремонта делали, каждые 4 года. Пол там все смыло водой. А сейчас мы так рады, такой хороший дом. Ну, мы правительству, главу республики. Как говорится, большое спасибо. Юные новоселы сразу же облюбовали площадку во дворе. Ну, а взрослые переселенцы, которые много лет жили в старых деревянных домах, в первую очередь думают о комфорте и теплее в квартирах. Всего по переселению у нас 62 квартиры. И сдавали мы их с чистовой отделкой под ключ. Отделка была тоже... Было техзадание по аукциону. Это линолеум, обои, полностью вся сантехника, лоджии. Ключи еще от 140 квартир остальным переселенцам из аварийных домов вручат в преддверии национального праздника СССР. Это был квадратный метр. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!